Меня зовут Роберт Шортел, и я приехал сегодня к вам в гости из компании Stoller, которая базируется в Хьюстоне. Для меня огромная честь быть сегодня, и это уже примерно шестой или седьмой год, как я посещаю Украину. И, кстати, буквально пару дней назад нашей компании в Украине исполнилось уже пять лет. Я работаю в компании уже несколько лет, но начал свой путь я как преподаватель в Университете Калифорнии. Я там занимался научной деятельностью, исследованиями, и именно там я встретился с прекрасным человеком, доктором Джерри Столлером. И я буквально сразу же присоединился к компании, и с тех пор имел честь, имел возможность работать в 35 странах, и Украина, кстати, одна из моих любимых. И на 2018 год я себе запланировал переезд в Украину, я работаю и живу весь сезон в Украине, и очень рад этому факту. И я, раньше я работал преподавателем, я очень люблю, когда мне задают вопросы, но поскольку у нас сегодня достаточно много людей, я бы попросил вас сохранить ваши вопросы на конец презентации. Но я вас попрошу запомнить все вопросы, которые у вас возникают, потому что вот эта живая дискуссия, это наиболее важная, наиболее информативная часть любого семинара. Я бы сейчас вам хотел как бы дать небольшие выводы нашей презентации и начать как будто бы с конца. Все мы с вами знаем, что когда мы в поле наблюдаем равномерные выровненные всходы, мы прекрасно знаем, что тогда мы получаем наиболее высокий урожай. Я бы хотел рассказать вам немного вкратце о том, что мы будем сегодня обсуждать с вами. Во-первых, хотел бы затронуть нашу компанию и рассказать, чем мы занимаемся и что движет нашу работу. Мы с вами все здесь собрались, чтобы в конечном итоге повысить нашу урожайность. И сегодня я вам расскажу, что происходит с семенами, когда мы их помещаем в почву, как именно начинает реализоваться ДНК этих семян и как начинает свой процесс развития наше растение. Я вам расскажу о двух очень успешных стратегиях, как добиваться успеха в выращивании растений. Это атака и защита по аналогии с любой успешной футбольной игрой. И я бы хотел рассказать вам о том, как можно продлить эффект от первых 48 часов развития растения. Если мы будем правильно фокусироваться на этом этапе. И любимая часть моей презентации – реальные фермеры, реальные результаты. Сейчас будут примеры из Украины, из наших полей. И я бы хотел вам всего лишь несколько результатов привести описание. Но также хотел бы отметить, что у нас уже сформировалась огромная команда физиологов. Они присутствуют во всех регионах Украины. И если вам нужна консультация, просто звоните нам. Так кто же такие Столлер? Чем мы занимаемся? Кто мы есть? Столлер — это инновационная компания, которая фокусируется на решениях для выращивания растений. Она была основана в 70-м году доктором Джерри Столлером. Джерри Столлер родился в штате Иллинойс, прямо в центре так называемого кукурузного пояса в США, и выращивал кукурузу на ферме у своего отца. Джерри был всегда очень изобретательным и наблюдательным. Так вот, он заметил, что когда по-разному ухаживаешь за растениями, по-разному их обрабатываешь, мы получаем различную реакцию этих растений. И если мы с вами задумаемся, это были 50-е годы, это был мир исключительно НПК. Не было в то время еще никаких микроэлементов, об этом даже никто ничего не знал. И почему я упоминаю об этом? Это потому что вот эти инновации, которые мы приносим в нашу индустрию, вы будете находить всегда в нашей работе. Мы всегда стараемся заниматься чем-то таким, что приносит переворот в сферу нашей деятельности. Итак, Джерри начал свое обучение в университете Иллинойс, а затем он попал в Корнельский университет, где продолжал учиться под наблюдением доктора Брея. Он был его научным консультантом. И я уверен, что доктора Брея, вы можете быть знакомы с его именем, потому что именно этот человек изобрел почвенный тест, которым до сегодняшнего дня очень многие пользуются. Тест Брея и Малака, возможно, вы знаете. Итак, уже почти 50 лет назад мы основали компанию, которая в первую очередь фокусировалась на микроэлементах и вторичных питательных, вторичных макроэлементах, то, что для индустрии в то время было абсолютно новым. Как и для любого другого стартапа, на начальных периодах развития было очень сложно получать какую-либо прибыль. Но когда мы пришли к этому, всю прибыль компания инвестировала в 90-х годах в научный центр, который занимался затем новыми инновациями. И именно тогда было положено начало нашей компании в том виде, в котором ее сегодня знаете. Именно тогда мы начали заниматься фитогормонами и изучать, как их необходимо соединять с элементами питания и биостимуляторами. И на сегодняшний момент компания состоит из 23 отдельных дочерних предприятий. У нас есть 29 заводов по производству продукции и продажи на сегодняшний день ведутся уже в 70 странах по всему миру. Моя работа в компании заключается в том, что я курирую всю деятельность, которая происходит за пределами США. Я нахожу новых партнеров, таких как наш коммерческий директор Ник Анасимов, которые помогают мне приносить новые инновации в новые рынки и в новые страны. На изображении вы видите наш головной офис в Хьюстоне. И самый первый завод по производству продукции находится примерно в 3-4 километрах от этого здания. И именно оттуда в Украину поступают все продукты, которые мы здесь предлагаем. Здесь вы видите нашу миссию, видение нашей компании. Вы можете прочитать это на английском, на американском сайте, на украинском, на украинском веб-сайте. Но я, как преподаватель, никогда не зачитывал, не цитировал текст со слайдов. Я не занимаюсь таким, поэтому, пожалуйста, проверьте, зайдите на сайты и сами прочитайте их. Но то, что я процитирую, это будет известная фраза Джерри Столлера о том, что представляет собой наша компания. По факту мне Джерри сказал эту фразу еще на собеседовании, которое Роб проходил, чтобы попасть сюда на работу. Так вот, наша работа призвана помочь фермерам естественным способом раскрыть генетический потенциал растений. Итак, откуда же к нам приходят инновации? Я упомянул, что в состав компании входит 23 отдельных предприятия. Так вот, одним из этих предприятий является Столлер Энтерпрайзес. И совместно все эти предприятия известны под названием Столлер Групп. Так вот, Столлер Энтерпрайзес – это очень уникальное подразделение компании. Оно построено по типу академии или университета и не является подотчетным никакому коммерческому отделу или коммерческому управлению. Доктор Столлер построил научный центр именно по такому принципу, потому что он не хотел, чтобы ученым было нужно давать отчетность каким-либо коммерческим отделам. Таким образом, они могут преследовать те идеи, ту заинтересованность, в которых они действительно видят ценность. И не обязательно эти идеи должны быть сразу же выгодными в коммерческом плане. Another component of this model is, Dr. Stoller always housed his scientists at academic universities, so they could freely interact with the other academics and professors, and they can really work with students and experience that creativity that happens at a university. Помимо этого, мы также спонсируем и предлагаем нашим ученым работать непосредственно на территории, непосредственно в рамках университетов, где они могут сотрудничать с профессорами, с научным составом этих университетов и заниматься разработкой тех идей, в которых они видят интерес. So, here this picture on the right is the Norman Borlaug Institute, and basically what we did was partnered with Texas A&M University, a leading agricultural university in the world. We built a building there. In that building we built labs and housed our scientists, and we opened it up freely to the public and to the professors and academics that work in the university. Here you can see on the picture of the laboratory Barlog, which we built on the territory of Texas A&M University. We work together with the university, and in this laboratory we work together with professors of Texas A&M University, and this is, as you know, one of the main major agro-universities in the world. Today Stoller Enterprise houses, 17 PhDs, that specialize in all aspects of plants. They currently manage over 400 testing programs with ongoing major universities worldwide, and we are always in the process of expanding, and we since have developed partnerships with other universities, like the University of Iowa and the University of Florida, to do our tropical research. In our science company, on today's moment, there are 17 doctors of science, that are specialists in all the areas of knowledge of plants. They currently have more than 400 research programs in all the universities in the world. And this is what we know as our engine of innovation. Some of the data I will present to you today was done by our scientists, and it's a really novel approach to plant agriculture. You'll also find that I speak very highly of Stoller Enterprises. Before taking on my role at Stoller International, I was actually hired on to Stoller Enterprises. That's my original company. And this company we call it the engine of innovation. I'm very proud of this company. As you hear, I'm very proud of her story, because I started working with Stoller until I started working with Stoller International. And this company is the source of the most of the patents, which is currently in Stoller. So the short of it is, Stoller Enterprises develops unique technical solutions, and then the Stollers by country, Stoller Ukraine, USA, Brazil, etc., they commercialize these products and bring them to farms by you. Именно эта компания, она является источником, она разрабатывает все наши технологические решения, которые затем коммерческие подразделения приносят в различные страны и в различные подразделения по всему миру. Итак, это один из моих самых любимых слайдов, и это, вы здесь видите, изображение двух основных патентов, которые запускают в работу всю нашу компанию. Если мы будем рассматривать эту модель с вами снизу вверх, мы с вами сможем проследить историю нашей компании. Сначала мы фокусировались на элементах питания и микроэлементах, затем мы изучали фитогормоны, а сейчас мы фокусируемся на том, как соединять эти элементы питания с гормонами в необходимый период развития растений для того, чтобы получать максимальный эффект. Я вижу, некоторые из вас делают фотографии этого слайда, и тут бы я хотел отметить, что данные гормональные модели, они не есть теоретическими. Это результат лабораторных исследований, лабораторных изменений гормонального состава тысяч растений. И именно эти графические модели, они разработаны с той целью, чтобы их фермер мог взять в поле и с их помощью определять, что происходит с растениями, и принимать определенные решения. Я детально вам расскажу об этих моделях в ходе презентации, и надеюсь, что в конце презентации вы сможете разобраться в том, как делать конкретные решения, принимая во внимание этот гормональный баланс. Итак, как я сказал, снизу вверх по гормональной модели – это история компании. Но если мы с вами будем двигаться слева направо, мы с вами заметим одну из основных ценностей нашей компании. Итак, слева вы видите нашу, основополагающую модель, которую разработали много лет назад. Это был самый первый патент в гормональном изучении. И затем, примерно 10 лет спустя, мы добавили разрешение в эту модель, детализировали ее. И благодаря этому вы видите, что мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся и постоянно привносим новые инновации. И именно это я сегодня хотел бы заявить, что каждый раз, когда мы будем сюда приходить, вы будете узнавать что-то новое. И что еще важно, на что еще важно обращать внимание в этой модели, это три основных периода, которые изображены сверху. Мы знаем, что как физиологи растения мы можем значительно изменить направление развития растения, но мы должны учитывать основополагающие фермерские практики. И именно вот эти три основных этапа – это время, когда мы можем привнести наибольшее, самое значимое изменение. И еще, что вы должны сегодня запомнить и унести с собой домой – это то, что мы с вами никогда не начинаем с чего-то посредственного или плохого и стараемся его улучшить. Мы с вами всегда начинаем с самого хорошего и должны пытаться, как фермеры, как агрономы, препятствовать тому, чтобы оно превратилось в что-то плохое. Генетический потенциал – это максимум, что имеет растение. Ну и давайте начнем с вами обсуждение, что же происходит в растении в первые 48 часов ее жизни. Почему же настолько короткий времежной промежуток способен привнести настолько значимую разницу в продуктивность растений, в продуктивность кукурузы и других культур? Как фермеры мы с вами все прекрасно знакомы с вот такой вот стадией растений в нашем поле. Но можем ли мы сделать что-то до этой фазы? Можем ли мы что-то сделать такое, что поможет нам максимально повысить генетическую экспрессию и сделать все генетические алгоритмы максимально продуктивными? Вот этот слайд, наверное, после гормональной модели, один из моих самых любимых. И именно он говорит о настоящем генетическом потенциале наших культур. Я вижу знакомые лица в аудитории, вы, наверное, уже слышали, как я это говорил, и жалуюсь на вот эти ненормальные, неудобные мешки с семенами, которые невозможно распаковать с первого раза. Так когда же генетический потенциал, когда же наш урожай будет самым высоким в наших растениях? Написано на слайде, кстати. Так вот, генетический потенциал максимально высокий в пачке с семенами. Как только мы ее распечатываем, генетический потенциал этих семян падает. Наши генетики, наши селекционеры, они очень трудно работают, и результатом их работы являются семена с настолько фантастическим генетическим потенциалом, что я уверен, мы даже себе не представляем, насколько он высок. Все мы с вами слышали о рекордах урожайности, все мы знаем об этих состязаниях, где люди пытаются достичь максимальных показателей, им уже удалось достичь 300, даже больше, центнеров кукурузы с гектара, более 100 центнеров сои с гектара. Но как же им удается это сделать? Это все происходит благодаря тому, что данные цифры изначально заложены в генетическом коде растений. Что же происходит, когда мы распечатываем с вами пачку семян и начинаем наш посев? Так что ж, мы когда совершаем посев, бывают ли условия окружающей среды идеальными? Бывает ли погода идеальная? Когда происходит посев, у нас всегда холодно, почва чересчур влажная и холодная, когда наступает период цветения, наоборот, слишком жарко. Так вот, что я хочу этим сказать, что окружающая среда никогда не бывает максимально благоприятной, даже там, где выращиваются рекордные урожаи. Мы берем с вами идеальную генетику, помещаем ее в условия, далекие от идеальных, и наблюдаем, как наш урожай постепенно падает и снижается. И я могу говорить о физиологии растений, о всех ключевых фазах развития растений, хоть целый день, но сегодня я бы хотел затронуть другую тему, ту, на которую обращаем мы меньше всего нашего внимания. И это тема, это первые 48 часов жизни прорастающего семечки после момента, когда эта семечка начала поглощение воды. И что же вот мы здесь с вами видим? Когда по-настоящему жизнь растения начинается? Итак, мы с вами производим посев. Мы очень внимательно думаем про наши семена, мы настраиваем нашу технику, производим посев, а потом на какое-то время мы как будто забываем о наших растениях. А затем мы выходим в поле и видим вот эту картину. И мы снова начинаем о них думать. Ну что ж, весна, давайте вырастим кукурузу. Но, как мы с вами прекрасно знаем, до того, как мы видим вот такую вот картинку в поле, проходит уже достаточно много времени. И мы сейчас вам покажем, как это происходит в реальном времени. Пожалуйста, видео, если можно. Так вот, очень много всего происходит в этом поле до того, как мы увидим с вами эти маленькие прорастающие растения. И большинство наших практик, большинство наших обработок, они нацелены на более вот такие вот взрослые уже стадии, нежели чем на тот момент, когда растения находятся под землей. Как агрономы, мы с вами прекрасно знаем, как выращивать растения, которые находятся у нас перед глазами, которые вы видим. Но в столе мы вам предлагаем сфокусироваться на том периоде, когда развитие растений, оно как бы скрыто от нас. Здесь вы видите семечки кукурузы. Это картинки из стандартного научного исследования. На первом изображении вы видите достаточно еще сухие семена без большого количества влаги. Это примерное изображение будет иметь место после 12 часов, после первого контакта семечки с влагой. Ближе к 36 часам развития, или даже скорее к 42 часам, мы замечаем, что происходит какой-то активный рост этого растения. Мы видим, что семечка начинает просыпаться, начинает формироваться первичный корешок. но это вот развитие, оно в себе включает очень сложные процессы, перехода спящих хромосом, начало расшифрования генетической информации, начало формирования первых белков и начало вот такого вот роста, который мы здесь наблюдаем. Но до того момента, как растение сможет само начать синтезировать гормоны, начать формировать свои органы, очень много времени проходит, проходит много дней. Так вот, если мы с вами теряем вот это время от спящих семян до того, как мы видим всходы в поле, мы с вами теряем возможность активизировать генетические процессы для того, чтобы запустить наиболее высокий темп для развития растений в будущем. И это можно сравнить с нашими маленькими детками, с младенцами. Мы все прекрасно знаем, что они требуют максимального ухода. Если мы будем давать правильный уход маленьким младенцам, мы сможем помочь им в будущем максимально реализовать свой генетический потенциал. Точно так и с растениями мы можем помочь им стать на траекторию получения рекордных урожаев. Ну так почему же эти первые часы настолько важны? Что же происходит такого в этом растении, что требует нашего вмешательства? Здесь вы видите разные культуры при разных температурах, рис и соя, и вот что с ними происходит в первые часы. Очень простой график. Мы здесь с вами смотрим на массу растений, на то, как с ходом времени растения поглощают воду. То есть мы видим, как с ходом часов растения проходят фазу набухания, поглощения влаги. И как вы видите, в последующие 24-36 часов масса семечки уже сильно не увеличивается. Растение поглотило максимальное количество влаги, и дальше оно поддерживает просто этот свой вес. И между периодом того, как семечка поглотила воду и между тем, как она начинает рост и развитие, у нас есть промежуток временной, в котором ничего не происходит, как будто такой промежуток задержки. Но на самом деле в этот период происходят очень сложные процессы. Растение не может расти из ничего. Для этого, для роста, растению необходимо мобилизировать ресурсы, заложенные в семечки. И мы видим очень сложный процесс, который разворачивается и позволяет растению начать реализовывать свой генетический потенциал. Здесь вы увидите хромосому. Мы все прекрасно знаем с вами этот термин с наших еще уроков биологии. Например, Роберт – мужчина, поэтому, как вы знаете, он от мамы получил хромосому, от отца получил Y-хромосому. Я же, как девушка, получила от мамы и от отца X-хромосому. И именно это определяет то, что я буду женщиной. И растения также не имеют хромосомы, они имеют ДНК, заложенное внутри них. Код, естественно, ДНК отличается от человеческого, но именно это тот механизм, который сохранился во всех формах жизни на Земле. Так вот, эта молекула ДНК, это как будто бы кулинарный рецепт по приготовлению человека, например. Вот это вот, это наша книга кулинарных рецептов. И рецепт, он записан в книге. Но мы этот рецепт прочитать и приготовить не сможем, пока мы не развернем книгу и не найдем нужную нам страницу. Очень хороший пример это лично я. Я уже давно стараюсь выучить украинский язык. Так вот, что я для этого делаю? Это я кладу под подушку книжку украинского языка и сплю вот так вот на ней. Да, можно представить, что не сильно успешно, украинская стратегия у меня изучения языка. Жакую. Дякую. Так вот, вот этот процесс раскрывания книги, нахождения нужного рецепта и приготовления тортика, это очень сложный процесс, которому требуется гормональный баланс, которому требуется энергия и которому также требуется наше вмешательство извне. Итак, я больше фокусируюсь на практических вопросах, я не хочу, чтобы эта презентация превратилась в лекцию по генетике, но давайте быстро пройдемся по тому, что здесь происходит. Хромосома для того, чтобы реализовать свой заложенный в ДНК потенциал должна развернуться. Она разворачивается сначала до таких метаструктур, как гистомы, а затем мы с вами можем наблюдать двойную спираль ДНК, с которой каждый из нас знаком. очень похож на ровный или экстеншионный корд, как такие экстеншионные корды. Теперь, кто-то, кто-то использовал ровный или петель, вы понимаете, когда вы обработаете, он все сгибается, и это больно, Знаете, вот давайте с вами приведем пример. Например, моток какой-то веревки, или вот, например, у нас здесь куча кабелей у технического нашего специалиста. Когда мы пытаемся их распутать, развернуть, мы сталкиваемся с вами с огромным количеством узлов, запутанных мест. Очень сложно развернуть этот узел. Так вот, помогая вот этому процессу разворачивания ДНК, который происходит в вот этих стадиях, в которых нам, как кажется, ничего не происходит, мы помогаем растению запустить процесс расшифровки генетического материала на более высокой скорости, с более высоким темпом. И этот темп будет сохраняться на протяжении всей жизни растения. Так как же мы с вами можем регулировать этот процесс? Видите, у нас есть много вещей, и, знаете, Столер, мы знаем, что хормонные люди. Так что я хочу рассказать вам о хормонных интеракциях, которые действительно происходят в этих cells, и как мы можем их管ить, чтобы наш целый сезон действует на более высокий уровень, более эффективный уровень. Потому что изменения в генетическом аппаратее lastат за год, а не тренировки. Итак, мы Столер, как компания, которая фокусируется в первую очередь на гормонах. Сегодня бы вам хотели рассказать о том, как гормоны, как гормональный баланс задействован в этих процессах генетической экспрессии. Ведь то, что происходит с семенами, та скорость, с которой происходит генетическая экспрессия в первые часы жизни растений, будет сохраняться на протяжении всего периода развития и будет длиться дольше, чем период одной обработки. Но перед тем, как мы приступим к гормонам, давайте с вами взглянем на те факторы, которые, в принципе, позволяют семечкам прорастать. Про то, что позволяют и что, наоборот, препятствуют этому процессу, без чего прорастание не произойдет. Итак, первый и самый логичный фактор, который нам необходим, это вода. Это нам даже дети в детском садике скажут, что, чтобы семена приросли, их необходимо намочить, полить водичкой. И так, да, нам, конечно же, еще необходимо, чтобы у семечки с почвой был хороший контакт для того, чтобы семена могли поглощать эту воду. Но что становится здесь более важным фактором, это кислород. Семечкам, как и нам, людям с вами необходимо для жизни кислород. Семечки необходим кислород для того, чтобы начать мобилизацию всех своих ресурсов и запустить их на развитие растения. И вот эту необходимость в кислороде растений определяется глубиной закладывания семян, на которые мы совершаем посев. Разные семена требуют разное количество кислорода, именно поэтому разные культуры мы закладываем на разную глубину, которая для них является наиболее оптимальной. Итак, с этим все понятно. Следующий фактор – это температура. Как же нам понять, какая температура необходима, как ее регулировать для семен? Дата высева. Это логично. Мы с вами прекрасно понимаем, почему мы, например, кукурузу высаживаем намного раньше, чем сою. Следующий компонент – это свет. Это тоже очень хороший пример, когда мы приводим с вами пример красного, инфракрасного излучения. И необходимость в этом параметре зависит от размера семечки. Например, для прорастания семечки салата, которая очень-очень маленькая по размеру и не содержит в себе ресурсов для прорастания, критически необходим свет, без которого всходы не появятся, поэтому она должна находиться близко к поверхности земли. На противовес семена кукурузы или сою, у них есть достаточно запасов для того, чтобы прорасти сквозь почву, им не нужно такое количество света. В этих случаях даже иногда становится важно то, чтобы семена кукурузы, наоборот, не встречались с солнечным светом, иначе это, наоборот, будет подавлять прорастание. Очень сильный, очень такой влиятельный, так сказать, фактор, который подавляет прорастание, это углекислый газ. Тут даже не нужно много разглагольствовать по этому поводу. Давайте с вами подумаем, что происходит у нас в разрезе нашего глобального потепления. И мы можем даже не говорить об этом, потому что, ну, по моему мнению, это даже не существует, этого влияния. Это была шутка политическая, ха-ха, все должны были посмеяться. Итак, у нас сейчас много разговоров о том, что уровень углекислого газа повышается в атмосфере. Так вот, в разрезе глобального потепления самым критическим фактором есть не температура, потому что мы можем просто изменить локации, где мы будем выращивать те или иные культуры. Самым критическим фактором есть повышение уровня углекислого газа, который подавляет рост всего живого. Итак, мы с вами поговорили о физических факторах, о факторах окружающей среды, которые у нас влияют на состояние покоя, на состояние сна семян. Давайте теперь с вами обратим внимание на физиологические факторы, на вот эти два гормона. Схема, которую вы наблюдаете, она, так скажем, усредненная для большинства культуры, она может быть в зависимости от культуры более детализированной. Для того, чтобы семечка перешла из состояния в покое, в состояние прорастания, нам необходимо, чтобы концентрация абсциссовой кислоты снизилась, а концентрация гибберелиновой кислоты, наоборот, повысилась. Именно это позволит начать процессы развития семечки и начать прорастание семян. Также у нас есть еще ряд таких факторов, которые также влияют на этот процесс. Свет, различные энзимы. Но два основных фактора, которые обеспечивают этот процесс на физиологическом уровне, это два гормона – абсциссовая и гибберелиновая кислота. И это также можно проследить на нашей запатентованной модели гормонального баланса. Для большинства культур зерновых мы следующим образом трактуем эту гормональную модель. Точка начала – это момент, когда мы совершаем посев, когда мы помещаем семена в почву. Конец модели – это период сбора урожая. И это не только гормональный эффект. Я имею в виду, что лет мы используем гормоны, чтобы получить очень похожую респонс, потому что эти нутриенты могут either promote or inhibit a lot of these гормонов functions. И это не только мы на этой модели наблюдаем, не только влияние гормонов напрямую. Мы с вами очень прекрасно знаем, что на протяжении многих лет мы используем элементы питания, которые также вызывают реакцию гормональной активности, чтобы запустить или наоборот подавлять определенные процессы в растении. Итак, я с вами сегодня очень детально хочу обсудить все гормональные взаимодействия. Но давайте с вами держать в уме, что первые три элемента – цитокинина, ауксин, гиберлин – это активные гормоны роста. Они запускают ростовые процессы на фазах старт и рост. Два последних гормона, которые вы видите, они отвечают наоборот за дозревание, состаривание естественное и отмирание растений. Мы их называем ингибиторами роста. Абсцизовая кислота еще также известна как гормон состояния покоя, гормон сна. Именно концентрация абсцизовой кислоты повышается в семенах перед сбором урожая. И именно абсцизовая кислота не дает семенам прорастать во время Рождества и не дает почкам на деревьях также распускаться зимой. Под влиянием определенных факторов окружающей среды концентрация абсцизовой кислоты снижается и наступает очень конкретное соотношение двух гормонов, которое позволяет семенам начать прорастание. И именно этот процесс начнется в растении в течение 48 часов после начала поглощения семечкой воды. Здесь вы видите изображение схематическое о том, где различные процессы с участием гормонов происходят. Я поместил сюда весь цикл развития растений, потому что это может быть интересно и полезно. Но сегодня в нашей презентации мы с вами сконцентрируемся на взаимодействии двух гормонов ГК и АБК на фазе прорастания семян. Итак, гиберлиновая кислота, она будет способствовать прорастанию семечки, в то время как абсцизовая кислота подавляет этот процесс. И эти процессы определяют не настоящая концентрация этих двух гормонов, а их комбинация, взаимоотношение, соотношение между этими двумя гормонами. Итак, гиберлиновая кислота, это как будто бы поглощение влаги, это как будто бы включатель света у нас в доме. Все начинается с этого процесса. Это generally a physical process. The coat starts to swell. It becomes permeable to water and oxygen to get everything going. It'll physically reduce the seed coat, so the little cells can break through them. Kind of like a chicken in the egg. Это такой физический процесс. Семечка, она самостоятельно впитывает в себя влагу, которая позволяет затем большему количеству воды и кислорода проникать через вот эту размягшую кожицу. Проникать, то есть она делает расстояние между молекулами кожицы больше и позволяет проникать маленьким молекулам внутрь семена. Семян. Then once that oxygen, this is physical, very physical, it's a physical chemical process. And then once the oxygen gets in, now we can turn on the plants, we can become active, and we switch from this anaerobic respiration to aerobic respiration, and life takes off fast. Итак, это очень физический процесс химического проникновения внутрь семян влаги. Но как только у нас в растение проникает кислород, семечка переходит от анаэробного к аэробному способу жизни. И именно это запускают жизненные процессы внутри растения. Для наших трех основных культур, вы видите, приведенный процент влаги, при котором начинается процесс активного метаболизма и активного роста растений. То есть для кукурузы это 30, для пшеницы 40, для сои примерно 50%. Именно эти показатели, это как будто включенная лампочка в комнате. Это запуск жизни. И так, если бы мне пришлось назвать этот процесс одним словом, я бы назвал его мобилизацией. Потому что в семечке мобилизируются все ресурсы, запускается жизнь и запускается деятельность и РНК, которая помогает нам расшифровывать гены. И здесь вы видите прекрасный график, который описывает биологические процессы внутри семян. И мы с вами, большинство из нас с ним хорошо знакомы. Итак, в первые 12 часов происходит процесс поглощения семечкой влаги. По факту это просто физический процесс поглощения воды. И вот эта точка, когда прекращается этот процесс, это когда семечка набирает достаточной воды, тот процент, который мы с вами упомянули уже. Здесь вы видите фотографии, это мои студенты вообще делали. Очень интересно проследить за тем, как быстро меняется вес и объем семечек при контакте с влагой. То есть от первой пробирки до последней вот это время соответствует нашему времени на графике. Мы же с вами в наши всходы в полях наблюдаем после того, как наши маленькие проростки пробились сквозь почву на вот этой фазе. Но, как вы видите, очень много процессов происходит тогда, когда мы наше растение не наблюдаем визуально. И мы с вами совершаем очень много различных обработок, ленточные подкормки, рядковые подкормки. Но все они происходят позже. А сегодня я вам хочу показать, что мы с вами можем очень много интересного сделать с нашими семенами до этого момента, раньше. Вообще эти схемы у нас все есть в наличии, мы вам их предоставим, если вам интересно. Но что же происходит в этом периоде, в невидимом периоде, когда мы не наблюдаем за нашими растениями? Именно тогда мы наблюдаем процесс от превращения хромосомы в новые белки, разворачивания хромосомы и расшифровки генетической информации. И это достигается как посредством влияния на семечку физических факторов, свет, влага и так далее, так и физиологических факторов, то есть двоих наших основных гормонов АГК и АБК. И это очень интересное изображение. Здесь вы видите сравнение двух клеток. Первая из них это фотография клетки без воды, то есть сухая клетка. Вторая же, правее, это клетка, которая наполнилась водой. И именно вот такие клетки находятся в растениях в наших полях. Итак, здесь мы с вами видим схему, схематическое изображение семечки. Мы видим эндосперм, первичный корешок, семидоли. А здесь вы видите, как прорастает, как разрывается корочка и появляется вот этот первичный корешок на примере семян горчицы. И что я хочу отметить на этой картинке, это то, что если мы семечку обработаем абсциссовой кислотой, изображение, последняя фотография, то мы откладываем, мы приостанавливаем процесс прорастания, и он занимает не 48 часов, а намного больше. И происходит это по той простой причине, что абсциссовая кислота напрямую подавляет вот этот процесс. И вот это то, что мы видим непосредственно в семенах. Это те генетические процессы, которые происходят в семечке. Когда у нас есть все необходимые сигналы для прорастания семян, например, как в этом случае, гидрелиновая кислота улавливается рецептором. Так вот, когда гидрелиновая кислота сливается, соединяется с нашим рецептором, этот рецепт влияет на нашу двойную спираль, она начинает транскрибироваться и формируется белок. Абсциссовая же кислота, она будет блокировать этот процесс, она будет нейтрализовать гидрелиновую кислоту, и данный процесс происходить не будет. Итак, если мы детальнее посмотрим на этот процесс, мы с вами видим, как из молекулы, из двойной спирали ДНК мы формируем молекулу РНК, которая затем будет формировать белок. И здесь на этой схеме мы видим конкретно, как вот эти полимеразы расшифровывают ДНК. Итак, как вы видите, это очень активный процесс, когда полимераза копирует, делает две копии нашей молекулы ДНК. Так вот, любой процесс, который замедляет вот это, или делает этот процесс менее эффективным, приводит к ошибкам и сбоям в расшифровке ДНК, и приводит к сбоям функционирования растения. И мы с вами, как агрономы, как фермеры, должны убедиться в том, что мы совершаем необходимые обработки как можно раньше, на ранних стадиях развития растений, для того, чтобы предотвратить негативное влияние окружающей среды на процесс расшифровки ДНК. И если нам удастся поддерживать, запустить процесс расшифровки ДНК в быстром темпе, если нам удастся запустить этот процесс на правильную траекторию, данный темп будет поддерживаться в растении в процессе всего его жизненного цикла. Те, кто меня уже слышал в моей презентации, знают, что я в каждой презентации упоминаю Вон Либиха. Мы в Столлер предлагаем добавлять в закон минимума Либиха гормоны, фитогормоны. Почему? Просто по той простой причине, что у Либиха даже не было возможности измерить эти факторы. И вот этот вот процесс, это добавок, это то, что доктор Роб добавляет в исследование доктора Столлера, потому что у доктора Столлера не было возможности увидеть вот этого. Сегодня у нас есть настолько мощные микроскопы, которые позволяют нам в деталях увидеть, как фитогормоны и стимуляторы влияют на двойную, на спираль ДНК. И я как бы преклоняюсь перед теми учеными, которым удалось запечатлеть настолько детально вот данную молекулу. И что я хотела этим всем сказать, что это реальные вещи, на которые мы можем влиять. В первых своих слайдах я вам рассказал о поглощении семечки с семечкой влаги, это первая фаза. В последних трех слайдах мы с вами поговорили о том, как расшифровывается генетическая информация в семенах. Это вторая фаза, которая нам дает начало жизни семян. И в нашем мире растений я бы сказала, что наша маленькая деточка-семечка примерно такого же возраста, как ребенок сверху. И наша задача это убедиться в том, что мы позволяем этим деткам даже под влиянием окружающей среды максимально развиться и максимально реализовать свой потенциал. И мы очень любим думать о нашей работе в Столяр, особенно в Столяр Украине, как о педиатрах для мира растений. И с этой метафорой, так скажем, эту метафору придумал наш директор Ника, и мы ее обожаем просто. Давайте же с вами поговорим о том, как по факту, практическими способами регулировать, влиять на генетическую экспрессию. О том, о чем мы с вами уже поговорили, я буду говорить дальше как о генетическом алгоритме растения. Этот алгоритм может быть достаточно медленным. Это может быть из-за влияния окружающей среды. Возможно, мы выращиваем такую культуру, которая не место в наших условиях. Или этот алгоритм может быть очень активным и быстрым. И этот темп будет сохраняться на протяжении всей жизни растения. И у нас есть две реальных стратегии, которые мы можем применять. Первая из них – это атака. Мы можем максимально сконцентрироваться на том, чтобы ускорить, запустить рост растений, сбалансировать гормоны в них. И таким образом добиться более активного развития. Такая фраза, которая поможет понять, что я имею в виду, это мы как будто бы толкнем растение, как будто будем подталкивать его к тому, чтобы он стал более развитым, взрослым. Вторая стратегия – это стратегия защиты. Это больше такая забота, которую мы оказываем нашим младенцам. Ведь вот этот процесс генетической расшифровки, он очень чувствителен. Он происходит на атомном уровне, и его очень легко нарушить. И именно вот защитить этот процесс является очень важным. И также, что же такое атака, если мы перенесем эту стратегию на модель гормонального баланса? Но мы с вами прекрасно знаем, что просто добавить гормонов – это не есть выход, это не есть решение. Ведь слишком много гормона не есть хорошо. Например, даже многие гербициды – это просто-таки синтетические гормоны. И также, как в процессе прорастания семян, наиболее важным является соотношение гормонов. Именно соотношение гормонов определяет, как растение будет развиваться на старте и на процессе роста развития растений. И вот это соотношение, идеальное соотношение для наиболее активного развития растений было лабораторным путем измерено, и оно составляет 2 к 1 и к 1 цитокинина, ауксина и гиберлиновой кислоты. Это соотношение трех гормонов, оно повторяет гормональный баланс здорового растения. Если рассматривать каждый из этих гормонов по отдельности, каждый из них имеет очень конкретные функции. Как вы видите, структура строения молекул этих гормонов похожа, они имеют схожие вот эти кольца, химические соединения. И я всегда делаю такую, привожу аналогию, когда рассказываю о развивающемся растении, удобрениях и гормонах. Давайте подумаем о наших тракторах. Итак, чтобы запустить трактор, вообще любой автомобиль, нам необходимо, чтобы в баке у нас было достаточно топлива. Но просто залить топливо в бак никак нам не поможет, ведь для того, чтобы запустить автомобиль в движение, нам еще необходим ключ зажигания. И если мы смотрим на гормоны, то гормоны – это и есть наш ключ. Вот вы видите, кольца – это как бы основа ключа. И вот эти структуры – это то, что входит в замочную скважину и отмыкает замок. Поэтому, балансируя гормональное содержание в соотношении 2 к 1 к 1, мы помогаем растению самим по себе быть более эффективными, именно благодаря балансу гормонов. Итак, ауксин – это наш инициатор. То есть всегда, когда растения находятся под влиянием ауксина, мы видим формирование новых клеток. И мы с вами могли это наблюдать, когда мы, например, на наших занятиях в университете имели возможность вегетативный орган растения макнуть в порошок ауксин, и мы видели, как на нем формируются новые органы, точнее, корни. Затем, в ход вступает, в действие вступает цитокинин, ведь всего лишь одна клетка никакой разницы не привносит. Цитокинин заставляет все клетки в растении, делиться, и этот процесс происходит в геометрической прогрессии. Из одной клетки мы получаем две, затем четыре, восемь, шестнадцать и так далее, и так далее. И процесс этот очень быстр. И затем в действие вступает гиберелиновая кислота. Что же делает она? У нас только прошел день рождения нашей компании. Мы купили ящик воздушных шаров. И давайте подумаем про эти воздушные шары, как про растительные клетки. Что делает гиберелиновая кислота с ними? Она их надувает. Итак, ауксин – формирование клеток, деление клеток – это цитокинин, и увеличение клеток в размере – это гиберелиновая кислота. И постоянное повторение этого процесса снова и снова – это то, что позволяет нам сформировать урожай в нашем поле. Что вот это идеальное соотношение гормонов помогает, чего помогает оно нам добиться в первые 48 часов развития? Это оно запускает наш алгоритм в работу в более быстром темпе, который сохраняется на протяжении всего сезона. И это очень интересный продукт. Он зарегистрирован в Организации по охране окружающей среды в США, и этот продукт был разработан на основе патента нашей гормональной модели, и благодаря которому мы также получили отдельный патент на применение данного соотношения гормонов. И моя работа заключается в том, что я даю вот такие подобные семинары и презентации чуть ли не каждый день, а работа наших ученых заключается в том, что они разрабатывают эти инновации, создают новые патенты, новые технологии. И на этом слайде это как бы выводы из того, что я рассказала о гормонах в предыдущих слайдах. Я очень прекрасно понимаю, что даю вам много информации, как будто из пожарного шланга обдаю водой. Как мы с вами уже сказали, для активного прорастания нам необходимо снижение концентрации абсциссовой кислоты и повышение концентрации гибериллиновой кислоты. Именно это позволит нам получить быстрые, выровненные, равномерные всходы. И сверху вы видите простейшее уравнение урожайности. Урожай – это по факту генетическая экспрессия, минус те потери, от которых растения страдают ввиду влияния окружающей среды. Когда мы с вами применяем активаторы роста, гормоны роста, мы с вами работаем в первой части уравнения, мы повышаем генетическую экспрессию. И по факту вот этот процесс, изображенный здесь, мы стараемся сделать более быстрым, более эффективным. Так в чем же причина, почему и как стимулейт будет повышать эффективность и продуктивность растения? Это одно из исследований, которым я занимался, когда еще работал в научном центре компании. И в любом исследовании обработки семян мы всегда должны убедиться в том, что семена будут максимально идентичны друг к другу. Поэтому мы их отбираем вручную, для того, чтобы быть уверены, что мы видим результат обработки и продукта, а не результат разности в семенах. Так вот я пытаюсь убедить фермеров, чтобы они тоже так свои семена подбирали, но что у меня этого не получается никак. Неужели непонятно, так легко все? Давайте смотреть на эти семена как на отдельные индивидуумы, как на отдельные личности. Вот я смотрю на нашу аудиторию, у всех разный цвет волос. У кого-то темный, у кого-то русый, светлые волосы, у кого-то серые глаза, у кого-то голубые глаза. Мы все с вами разные, но мы все при этом люди. У нас главная цель нашего сельского хозяйства – это повысить эффективность. И вот я, например, могу вырастить идеальные растения, но если я не смогу их все собрать в одно время, если они не будут на одной фазе развития, то урожайность будет очень низкой. Что же делают все эти семена отдельными личностями, что их отличают друг от друга? Это гормональный баланс внутри каждого из них. Он сравнительно одинаковый, но незначительные различия от семечки к семечке все-таки присутствуют. Есть правило такое, это логично, что именно в семенах концентрация гормонов будет самой высокой из всех фаз развития растения. И лабораторным путем мы можем измерить концентрацию гормонов в семенах примерно в частях на миллиард. И мы помним, что это самая высокая из возможной гормональной концентрации. Концентрация же гормонов в нормальном стабильном гормональном продукте зачастую в 10 тысяч раз превышает гормональную концентрацию в растении. И таким образом, применяя эти гормоны, мы эффективно балансируем гормоны в каждом семечке. Я вижу лица некоторые, которые не совсем понимают. Я привык к ним, когда в университете преподавал. Давайте с вами, сейчас я вам еще одну историю расскажу, которая, возможно, поможет понять, что я имею в виду. Один из моих очень хороших друзей работает в сфере переработки пластика. И они перерабатывают пластиковые бутылки. И у каждой пластиковой бутылки, например, у этой, ей один год от производства. Есть бутылки, которым два года. Там бутылки какие-то валяются, которым пять лет уже. И для того, чтобы переработать весь пластик, нам необходимо расплавить все бутылки. Но проблема в том, что различного возраста пластик, он имеет различную точку плавления. И в этом есть трудность. И что же в таком случае применяет мой друг? Он применяет технологию, аппарат, который применяется для стерилизации, например, бинтов, для стерилизации медицинских инструментов, которая называется, вот, irradiation machine, это аппарат для облучения, который не облучает радиацией. Что же делает эта машина? Она, по факту, добавляет, состаривает каждую из этих бутылок, скажем, на миллион лет. И что происходит вследствие этого процесса? Бутылка, которой был один год, сейчас миллион и один год. И, следовательно, другим бутылкам миллионы два года, третьему виду бутылок миллион и пять лет. И сейчас разница в один или два или пять лет абсолютно не имеет никакого значения, и все бутылки плавятся при одинаковой температуре, у них у всех одинаковая точка плавления. То же мы самое делаем с семенами, когда обрабатываем их гормональным препаратом, в котором концентрация гормонов иногда в десять тысяч раз превосходит концентрацию гормонов в самих семенах. И теперь разница в одну миллиардную часть не имеет никакого значения, и гормональный баланс во всех растениях есть стабильным и универсальным. Еще есть один такой негодяй, который влияет очень сильно на гормональный баланс растений, это погода. И погода часто приводит к повышению концентрации этилена. Мы с вами в деталях поговорили о трех гормонах-активаторах роста цитокинини, ауксини и гибереллини. Обстызовую кислоту мы с вами обсудили в самом начале нашего разговора, как она препятствует прорастанию семян, мы с вами упомянули, но мы абсолютно проигнорировали этилен. Этилен – это, кстати, классный гормон. Без него не происходило подозревания плодов, и поэтому он необходим именно на этой фазе. Еще интересно про этилен – это то, что это единственный газообразный гормон. И во время созревания этилен очень хорош, но если концентрация этилена повышается на тех стадиях, где он должен оставаться при низкой концентрации, это нарушает нормальный гормональный фон растения. И все, что приводит к снижению функционирования растения, приводит к формированию сигнала для синтеза этилена. И давайте подумаем об этилене как о кровеносном давлении в теле человека. Мы все прекрасно знаем, что если давление становится слишком высоким или слишком низким, мы умираем. То же самое происходит с растениями в плане этилена. И это, когда мы говорим об этилене, мы говорим с вами о защите. Это наша защитная методика, которая идет наряду с методом атаки. Это очень интересный процесс, мы называем это двигателем жизни. В этом процессе факторы окружающей среды, свет, вода и углекислый газ в ходе сложных процессов превращаются в энергохимических связей, а затем превращаются в углеводы и кислород. Когда мы говорим о прорастании семян, этот процесс немножко по-другому там задействован, потому что в семенах ресурсы запасаются в виде этой энергии химических связей. Но неэффективность в этом процессе также приводит к нарушениям. Все факторы, которые приводят к неэффективному протеканию данного процесса, приводят к формированию внутри клетки свободных радикалов, таких как, например, перекись водорода. Я прекрасно знаю, что каждый из нас видел, как это действует. При порезе мы наносим перекись водорода на рану, и она пенится. И это пена, возникновение, вот такой процесс внутри клетки, это есть сигнал к синтезу этилена. Если на растения влияют любые факторы, негативные факторы окружающей среды, насекомые, вредители, неправильная там температура, влажность, это все приводит к синтезу этилена в клетке. Несколько лет назад нам удалось изобрести новую для науки молекулу, которая называется НН-деформилмочевина. Нам удалось получить патенты, зарегистрировать данную молекулу в химической реферативной службе, и патенты распространяются как на саму молекулу, так и на ее применение в сельском хозяйстве. И мы вообще работали над абсолютно другим проектом, когда заметили, что при конкретных условиях благоприятных реакция аморигиной кислоты и мочевины приводит к формированию абсолютно новой молекулы, которая есть твердым веществом и которая выполняет функцию антиоксиданта. Свободные радикалы, о которых мы с вами упоминали уже, они перемещаются внутри клетки. Точно так внутри клетки перемещается и деформилмочевина, которая благодаря своим аминным группам очень легко проникает в клетку. Итак, когда молекула перекиси водорода, например, сталкивается с молекулой деформилмочевины, вместе двойной связи, эта молекула распадается, там образовывается молекула углекислого газа и также образовываются две отдельные молекулы мочевины. И таким образом сигнал к выработке стрессового этилена превращается в пищу для растения. И этот механизм очень похож на то, как витамин С работает в клетках человека. И вот с помощью подобного анализа нам удалось открыть, как биофорж влияет на растения. Это очень интересная техника, медицинская, которая называется микроматричный анализ. И я надеюсь, этого, конечно, с вами никогда не происходило, но если вдруг вы когда-то попали в больницу, вы были очень больны и не знали, что с вами происходит, доктора, возможно, проводили подобный тест с вами. И этот слайд я демонстрирую на правах рекламы Stoller Enterprises, это наш научный центр, потому как я очень горжусь тем, как они внедряют технологии из медицины в агронауку и таким образом разрабатывают новые технологии, новые инновации. И помните, мы с вами говорили о генах растения? Так вот, эти точечки все, они отображают каждый отдельно взятый ген, которых может быть десятки тысяч. И благодаря этому анализу мы можем увидеть, как продукт влияет на генном уровне на растения. И мы можем с вами измерить интенсивность подсвечивания каждого из этих генов и придать им числовое значение. И мы с вами говорим об антиоксиданте, деформил мочевине. И помимо того, что она улавливает свободные радикалы, эта молекула также усиливает активность генов, которые отвечают за нейтрализацию реактивных форм кислорода или свободных радикалов. Это также регулирует гены, которые взаимодействуют с абсцизовой кислотой. Таким образом, нам удается регулировать содержание абсцизовой кислоты в растениях. Как вы видите, это также регулирует, активизирует гены, отвечающие за фотосинтез, за мастер-ген внутри клетки. И все это в сумме позволяет нам снизить количество ошибок и сзубоев в расшифровке генетического материала в первые 48 часов развития семян. Также мы имеем возможность активизировать действия некоторых генов и наблюдать вот такое визуальное отличие. Вот, например, это от действия гена RSL4. И здесь мы видим фенотип, который будет более, намного более эффективен в поле. Он будет поглощать больше питательных веществ и воды. И мы видим, как изменения на ранних этапах приводят к изменениям в дальнейшем в сезоне. И с ходом развития растений, с тем, как растения становятся старше, мы можем даже измерить и увидеть, как продукт в разных дозировках влияет на выделение этилена. Растение в целом будет более здоровым и более продуктивным, потому что любой из видов стресса, с которым растение сталкивается на протяжении своего жизненного цикла, приводит к формированию реактивных форм кислорода или свободных радикалов, что есть стрессом и что снижает потенциал растений и урожай. И я бы хотела сделать такой вывод по поводу того, что происходит в первые 48 часов жизни растения. Итак, каждая из этих двух машин сможет довести меня до места, где я должен давать свою презентацию ранним утром. И, знаете, когда у нас уже есть автомобиль, который стоит перед нами, либо он такой, либо такой, превратить его из одного в другое, очень сложно. Но если мы сможем сделать изменения, вот здесь в форде факторе, эти изменения будут результаты в жизненные разумные разумы, которые в основном диктатированы средний, низкий, низкий или высокий и высокий. Но если мы изменения будем с вами стараться сделать очень рано, на заводе еще, на форде, где эти машины собирали, то нам удастся с вами либо прийти к продуктивным растениям и высокому урожаю, либо к малопродуктивным растениям, которые урожая дадут на очень низком показателе. Поэтому изменения в первые 48 часов будут очень эффективными, очень продуктивными, и я сейчас это объясню, используя данный график. Здесь мы видим то, что происходит с семенами, с генетическим материалом в семенах на вот этой фазе медленного развития в первые 48 часов. И что вы делаете, когда вы обрабатываете семена или вносите продукты, например, при посеве в борозду, это мы запускаем эти процессы для работы в более активном темпе, для работы на более высоком уровне. И если этот механизм, если этот алгоритм работает быстро, то темп работы этого организма и механизма сохраняется на протяжении всего жизненного цикла растений. То есть мы запускаем развитие растений по более ровной и выровненной траектории. И затем по прохождению некоторого периода времени мы с вами можем заметить значительную разницу между необработанными растениями и результатом на обработанных полях. И если вот эта точка, на которую я указываю, мы ее будем соотносить с периодом сбора урожая, то мы с вами по факту только что его удвоили всего лишь небольшой инвестицией, малозатратной инвестицией в обработку семен. И сейчас я бы хотела бы вам парочку таких доказательств привести. И сейчас я бы хотел вам презентовать вообще на этой фотографии, это фотография США, на ней изображен очень мой один из хороших друзей и что я в следующих слайдах хочу показать, это результаты работы нашей технической команды, которую мы построили в Украине и то, чем они занимались в прошлом году. Начать бы я хотел на самом деле с фотографии, сделанной в США. Это зимая пшеница, фото было сделано в апреле. Дайте мне секундочку, чтобы быстро описать, что мы видим на этой фотографии. Более развитая корневая система, более толстые стебли, более развитая вегетативная масса. Но почему я показываю это фото? Это фото. Когда мы первый раз приехали в Украину, у нас тут еще ни офиса было, ни ничего. Мы использовали подобные фотографии для того, чтобы работать и рассказывать фермерам о нашей работе. И одному из наших самых первых клиентов в Украине удалось повторить эти результаты и вот такую картину он смог получить. И зачем я показываю вам эту картинку? Я не должен вам указывать на более развитую корневую систему. Что я хочу сказать здесь, это то, что маленькие изменения в начале сезона заставляют растение быть более эффективным, более продуктивным. Лучше поглощать воду и питательные вещества. И в конце сезона мы видим абсолютно разную картину. Интересное исследование кукурузы также в Украине проходило. Здесь, как вы видите, очень незначительное количество продукта, 2 литра всего лишь продукта на 1 тонну семян мы поместили, что примерно равняется 2 литрам на 50 гектаров в земле. В подобных ситуациях, как и в этой, мы наблюдали очень однородные выровненные всходы. После того, как мы увидели в поле первый проросток, до того, как мы увидели, что последние семена проросли, прошло менее 24 часов. И вот эти изменения в начале сезона, они дают очень хороший результат, который длится весь период развития растений. В итоге мы получили результат прибавки урожая 4 центнера с гектара. Нельзя никакую презентацию закончить без данных по сое. И в этом случае мы еще меньше продукта использовали, примерно 1 литр на тонну или на 50 гектаров земли. Почему же нам позволяет подобная обработка использовать достаточно низкую концентрацию продукта? Это то, что мы помещаем этот продукт очень нацелено непосредственно на сами семена. Давайте подумаем о нашем поле, как о океане. Когда мы применяем продукт, он как будто бы растворяется в этом океане почвы. Если же мы применили бы этот продукт на семена, то это как раз то место, где продукт должен находиться. И опять же, всего лишь 24 часа прошло между первыми и последними всходами, которые мы наблюдали в поле, что затем дало изменения, которые дали нам 8% повышения урожая. Я говорил много о теории. Есть много информации. Есть много информации. Есть уроки в вашем баке. Вы можете изучать все эти графы. Мы имеем в виду полный технический департамент и будет работать с вами на этом. Если вы имеете в виду, если вы хотите увидеть больше, вы можете посмотреть на меня после этого, или дайте мне звонку. Мы здесь помогаем, и наш бизнес-проектов в вашем доме. И если вам нужно больше информации, если бы вы хотели узнать о больших результатах, пожалуйста, посмотрите в ваших каталогах, которые мы раздали, там множество подобных результатов приведено. Также наша техническая команда, наши специалисты будут рады прийти к вам, рассказать вам о продуктах, проконсультировать вас. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне. И я бы хотела отметить, что мы делаем свою работу в полях у фермеров. И чтобы убедиться, что все наши специалисты, все наши консультанты в Украине имеют достаточный уровень знаний для того, чтобы предоставлять максимальную помощь для фермеров в Украине, Роб переехал на этот год в Украину для того, чтобы тренировать всех. Так мы убеждаемся в качестве наших знаний. Не вовлечен. Пожалуйста, объясните, что такое азот не вовлечен. Мы чуть-чуть упустили вот этот момент. Окей, на один из этих слайдов мы получили фраза, что нитроген не играет никакой роли в герминировании фермеров. Пожалуйста, поделитесь на это. Пожалуйста, объясните? Спасибо. Нет, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Я, кстати, сам был потрясен и удивлен этим фактом, именно поэтому я поместил эту фразу вообще на слайд. Азот – это абсолютно необходимый элемент для роста и развития растений. Но, как оказывается, растение, семечка, не может его поглощать в первые часы своей жизни, в первые 48 часов, и, следовательно, в процессе прорастания семечки он не вовлечен. И если вы вспомните вот этот большой график, который мы проводили, то поглощение азота растением будет происходить уже на третьей фазе, после той фазы, в которой происходят все генетические изменения. Вопрос. Вот вы обрабатываете повсходово и непосредственно саму семечку гормонами. Вопрос. Там 1 к 10 тысячам увеличивает количество гормонов. Каким образом они влияют на семена сорняков? Непосредственно. То есть, как бы, оно же не только влияет на само растение. То есть, соответственно, оно пробуждает и другие вокруг семена, да. Ну, если бы мы обрабатывали семена. Семена сорняков. Мы абсолютно бы изменили бы направление их роста и развития, действительно активировали бы их. В нашей презентации я сконцентрировал внимание на том, что мы перед посевом предварительно, мы обрабатываем семена культурных растений и влияем только на эти семена. Вопрос такого плана. Он всех касается. Почему? Потому что практически все семена, которые идут в Украину от крупных компаний, они уже обработаны. И дополнительная обработка приводит к некоторым, будем говорить, элементам риска. Работаете ли вы с семенными компаниями? Давали ли вы им такие предложения? Работали ли вы с США с семенными компаниями по предложению по обработке семян? Любое нарушение, как вы правильно сказали, целостности упаковки, а это делает фермер, может привести к некоторым последствиям. Да, действительно, мы сотрудничаем на мировом уровне с большими производителями семян. Я не знаю, насколько уместно это здесь говорить и разглашать, но в большинстве семян производства компании DuPont и производства компании Pioneer входит в обработку этих компаний, входят наши продукты также. Если вы мне конкретно скажете гибриды или сорта, которые вы используете, конкретно компании, где они производятся, я вам могу сказать, используются ли наши продукты или какие именно. Потому что семенные производители, они не рекламируют дополнительные продукты, которые входят в пакет обработок. С точки зрения потери гарантий на семена, которые мы приобретаем, да, мы часто сталкиваемся с этим вопросом, в особенности с семенами кукурузы, с другими культурами меньше. Очень многие фермеры, с которыми сотрудничают в США, они вместо обработки семян используют технику внесения продукта на семена во время посева. Это, ну, благодаря этому они не теряют гарантию, но таки наоборот, повышают именно даже выровненность всходов и так дальше. Очень им нравится подобная технология. Что касается местных производителей семян, то на данный момент я не думаю, что у нас продукты уже применяются, но в этом направлении ведется работа. Можно ли предоставить рекомендацию о совместном применении продукции столяр с гербицидами? В первую очередь гербицидами на уксиновой природе. По листу вы имеете в виду? Вообще у нас есть целое огромное исследование о применении наших продуктов совместно с гербицидами. Поговорите, пожалуйста, с вашим региональным представителем. Они вам предоставят эти данные и расскажут вам об этом. И быстрый комментарий, быстрый ответ по вашему вопросу. Это то, что любая гербицидная обработка, она привносит стресс на растение. Она есть стрессовая для растений. И если вы будете применять биофорж, антистрессант, в баковой смеси с гербицидом, то вы снизите влияние стрессовое, предотвратите потери урожайности без снижения эффективности гербицидной обработки. А влияние биофоржа на сорняки такое слово? Да, но с гербицидной обработки, это очень сильный систем. По поводу применения с гербицидами, в первую очередь, ауксиновые группы, они очень стабильны, очень дают стабильный результат, поэтому в этом случае вообще никаких проблем быть не должно. Такой комментарий, почему вообще биофорж не приводит к снижению гербицидной эффективности, это потому что он повышает здоровье, активность, функционирование растения. Смерть – это активный процесс для того, чтобы умереть. Необходимо сначала активно функционировать. То есть, чем более активно происходит процесс внутри растения, тем более активно у культурных растений гербицид метаболизируется, а у растений, которые восприимчивы к этому гербициду, это приводит к более быстрой смерти. Если вас именно конкретно вопрос гербицидов интересует, просмотрите каталог, там есть один из опытов, это не опыт, это один из коммерческих таких спасений поля, проведенный на подсолнечнике. Там был применен неправильный вид гербицида, и вы можете посмотреть на результаты, на фотографии, на визуальное влияние. Там, что вообще за ситуация была? В общем, не помыли бак, был осадочный гербицид в баке, и поехали в подсолнечниковое поле, и таким образом очень сильно повредили растения. Представитель компании, он очень часто бывает на наших подобных семинарах. Мы их 3-4 раза проводим в неделю. Если, может, кому-то известно, это ПСП Злахда в Ровенской области. И там нам удалось сохранить, предотвратить потери урожайности вплоть до 90%. Очень интересный опыт, вам в деталях могут про него рассказать. Я с Южного региона, мы уже получили по 2017 году 20 тонн с гектара кукурузы на капельном иращении. Стоит планка, и есть 3 пилотных проекта по получению 22-25 тонн. Вопрос в следующем. Поможет ли такая обработка повысить продуктивность, и за счет чего? Увеличится количество рядов, количество зерен в ряду, или увеличится сама масса тысячи? Есть ли генетический потенциал культуры в этом направлении? Нет, уже, будем говорить, определен. По генетике мы, наверное, не сможем что-то... А эта обработка, по мнению Роберта, сможет повлиять на продуктивность? Так, ну, во-первых, начать бы хотелось с того, что по поводу генетики можно поспорить. Там всегда есть куда стремиться. В общем, можно достичь намного выше результатов, но это уже отдельный разговор. В вашем случае, как эта обработка будет положительно влиять, она увеличит выровненность всходов. Они будут максимально одинаковыми, и это повысит эффективность и количество урожая. В вашей системе мы бы применяли бы, советовали бы применять систему атаки, как мы называем, то есть применять такой продукт, который активизирует рост, гормональный продукт. И если вы делаете это для инфурро, как в среду, как в среду, или через дрип, это будет хорошо. В таком случае неважно, каким образом будет применяться продукт, обработка семян, или в борозду, или через систему капельного орошения. Что это будет делать? Это будет способствовать более равномерным всходам. То есть от первого всхода до последнего будет проходить минимальное количество времени. Ведь мы прекрасно знаем, что всходы, которые мы получили сегодня, завтра и послезавтра, они очень сильно будут конкурировать. Первые всходы будут давать нормальный урожай, все остальные будут подобны сорнякам, на них початки формироваться не будут. И именно выровненность – это залог высокого урожая. Сейчас засуха основной неприятный, непонятно приятный фактор. А если мы просим, обрабатываем, просим, обработку препаратом делаем, а потом наступает засуха, насколько эффективно работают эти фитогормоны, потому что засуха сама стимулирует перераспределение фитогормонов в семени. Да, я с вами согласен, засуха в Украине очень такое сильное явление. В прошлом году я был во многих полях, и в некоторых были настолько большие трещины в почве, что можно было видеть вниз, вплоть до метра в глубину. Ну, во-первых, хоть какое-то количество влаги необходимо, оно должно быть в почве, иначе мы, в принципе, всходов не получим никаких. Именно засуха приводит к очень быстрому накоплению. Во-первых, засуху очень легко, условия засухи очень легко создать в лабораторных условиях, поэтому именно это явление изучено хорошо. Когда наступает засуха, в клетках очень быстро накапливаются свободные радикалы или реактивные формы кислорода, и они приводят к стрессу. И в вашем случае более эффективным будет применить деформил матчевину биофордж, антистрессант, который поможет сохранить клетки в более здоровом и активном состоянии более длительное время. Они будут более эффективно использовать ту воду, которая в них есть. Ведь мы сами понимаем прекрасно, что жизнь – это погоня, это гонка, поэтому чем дольше мы поддерживаем клетки в здоровом состоянии, тем лучше. Спасибо.